всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале также приветствую новых моих подписчиков да я вам очень благодарна за то что вы подписались и хочу поблагодарить анонима за донат который я получила на днях ну а мы с вами приступим расклад который я буду делать сегодня я долгое время откладывала это расклад был предложен александром александр невским вы не однократно слышали что я упоминаю это имя по этому раскладу мне было сопротивление и она продолжает и это уже стол какой-то там фиг вы знает кадр дубль пробы записи все мне не нравится есть какое-то внутреннее сопротивление не вот но хорошо я я понимаю чем это вот но мы проработаем то есть не будем скорее всего на это обращать и будем преодолевать этот это сопротивление то есть это показатель лично для меня насколько наш мозг сильно управляет нами вот и сколько усилий мне приходится сейчас преодолевать на то ну прикладывать к тому чтобы преодолеть это убеждение которое внутри меня сопротивляется вот но не суть о чем это расклад как он будет называться я если честно не знаю позиции вы видите перед собой 1 2 3 голубенькие красненькие зелененькие почему я не знаю как он будет называться потому что это расклад взят с канала алекса перфекта там назывался то ли магическое моя магическая звезда либо магическая звезда личности точно не помню вот но суть его заключалась в том чтобы соединить таро и даже не астрологию а именно конкретная часть связанная с планетами вообще на самом деле астрология она напрямую имеет отношение к таро и те кто из вас проходил мой курс для его жизни на вот это вот каплистическая модель создание вселенной древо жизни да это как было соединено таро и именно вот это вот модель древо жизни там ну подробно мы затрагиваем моменты именно астрологически вот и планеты на самом деле это это алхимическая звезда вот почему алхимическая сейчас я не буду рассказывать про это не не столь важно и не столь принципиально и вы увидите что я тяну резину потому что я хочу понемножечку сонастроиться если кому это как-то раздражает бесит сразу переходите на расклад и смотрите для меня важно немножко сонастроиться потому что идет вот это вот сопротивление мне надо его немножко усмирить почему я это не сделала раньше я уже сказала что это неизвестно какой дубль который я записываю вот сопротивление просто связано с тем что где-то внутри мне не нравится именно сравнение да я здесь вообще не про то как это кто кто является лучшим мастером кто худшим а это мое внутреннее вообще убеждение по жизни что я была с детства такая вот родилась на когда не хочу быть похожи ни на кого вот вообще ни на кого вот и и это где-то знаете с одной стороны идет это в минус как обычно у всех ситуация где-то что-то мне дает это в плюс вот поэтому вот этого сопротивления до сравнения мне не очень-то нравится хотя я понимаю что данная тематика была интересна исключительно не для того чтобы меня сравнить да с алексом а просто посмотреть увидеть интерпретацию как говорится из моих уст и так сегодня мы в этой звезде значит что он будем рассматривать мы будем рассматривать соединение планет и соединение таро планет 7 данном случае используется еще раз это алхимическая звезда в алхимии в магии мы используем 7 планет они 10 не потому что вообще с одной стороны до цифра 7 является магическое сейчас не буду это все объяснять символику я просто хочу уточнить почему именно 7 и почему вот в планетарную звезду у нас входят например луна и солнце что не является планетами и вот но когда ты понимаешь что это все-таки взято из основ алхимии то с такой точки зрения да то есть там есть определенное понятие да что значит солнце что значит луна и если это алхимия это как раз таки отсылка к металлам солнце у нас идет отсылка к золоту луна идет к серебру и 7 не потому что в древности не знали о наличие таких планет как плутон нептун да либо уран а просто потому что на небосклоде на небосклоне на невооруженным глазом мы можем увидеть вот эти планеты конкретные остальные нужно уже рассматривать через телескоп это один из вариантов вот и так надеюсь время было предостаточно чтобы определились с позициями ну а мы приступим позиция номер один голубенький камешек откладываю это немножко отодвину значит мы выкладываем 7 карт каждая карта будет соответствовать планете кому интересно если вам видно здесь вот у меня на экране нарисована звезда да если видно это по сути два треугольника это с нисходящий и восходящий то есть вершины наверх и вершины вниз соединение этих двух треугольников иначе еще кто-то может говорить о том что похоже на звезду давида но в данном случае здесь речь идет о соединении двух стихий до воды и огня но и либо это соединение но нижнего мира и высших миров то есть это наше нише и высшее я по сути это единство это единение всего со всеми так значит два четыре шесть семь до 7 вот приступим итак в центре у нас всегда идет солнце потому что все вращается вокруг солнца и не только в нашей вселенной во всех галактиках да все крутится вокруг одной звезды что значит солнце солнце это означает наша личность в данном случае это наша опора это самость ее теневой аспект это проявление нашего эго в алхимии солнце всегда означало благородный металл золото это если практическая алхимия а если духовная алхимия то солнце у нас всегда олицетворялся дух это всегда что-то такое божественное это начало то к чему мы и стремимся и в данном случае здесь идет речь о единении если мы говорим о духовной алхимии так вот солнце да ваша личность ваша опора и выпадает старший аркан силы который говорит о том что вот ваша основа ваша опора суть это ваша внутренняя сила вы являетесь человеком который сильно силен как морально так и физически пускай для кого-то с возрастом да тело может быть ну не таким сильным но она ну там чтобы поднять да какой-то вес но она знаете очень хорошо слажена с одной стороны а с другой стороны здесь основа у нас идет скорее всего больше на моральной силе да на силе воли здесь люди проходят достаточно яркие выносливые еще раз скажу солнечные харизматичные почему солнце и здесь аркан льва то есть в астрологии это созвездие льва которым тоже управляет как не случайно солнце да то здесь по сути лидеры идут по своей натуре люди доноры люди которые очень много дают у вас огромный потенциал энергетически но бывают такие моменты когда вам просто тоже необходимо уединиться отстраниться уйти в сторонку для того чтобы пополнить свои резервы то есть если мы вспоминаем животный мир да львов то они сильные очень кроме того что они являются царями всех животных являются такими достаточно волевыми да очень сексуальными страстными людьми на самом деле это люди которые умеют укращать свою свои страхи страхи знаете здесь не то что их много страхов а здесь может быть несколько всего лишь страхов но они очень сильные очень мощные по энергетике вообще если говорить как личность вам нравится всегда быть на виду вы лидер вы то есть той категории людей которым сложно работать в команде если будете работать в команде то только в роли ведущего в роли человека который будет всегда в центре внимания то есть здесь даже вы можете сами этого и не хотеть но вы всегда будете находиться в центре внимания вы всегда будете выделяться вы человек позитивный вы далеко не пессимист в каждой трудной ситуации вы найдете решение для себя то есть ключевое здесь сразу идет сила да как потенциал как как неважно что но мощный такой знаете энергетический стержень и это то с чем вы родились вот здесь почему-то даже мне идет цифра один может быть одиннадцать даже либо вообще наличие единиц ну либо где-то у вас может быть в матрице проходит да либо вообще это цифры которые вы часто видите как знаки некие давайте еще уточню ну и и выпадает верховная жрица магически одаренные сильные люди а люди которые знаете мне хочется сказать много знают и мало говорят да люди вот прям если вы не занимаетесь магией магией в контексте именно реализации своих собственных желаний на умение взаимодействовать с миром таким образом и взаимодействовать со своим собственным бессознательным чтобы реализовывать свои желания это не значит колдовство да то есть мы не путаем одно с другим я поясняю что это значит по своей вот натуре знаете вот ваше если вы еще не умеете управлять свои собственные силы то здесь вот прям такой очень мощный энергетический потенциал который вы можете направлять на вот знаете здесь как-то показывает мне как это называется вот шланг с водой шланг с водой и когда пальчиком закрываешь отверстие вот то вода начинается как-то вот так распыляться вот ваша энергия ваша сила она вот такая распыленная да то есть распыляется разбрызгивается повсюду но как стоит вам только убрать этот палец у вас появляется напор сконцентрированной энергии вот если вы научитесь управлять своей собственной силой вы можете достичь очень больших высот на самом деле задача скорее всего ключ либо трудности вашей жизни заключается в том что вы не умеете направлять свой вот этот вот резерв потенциал на достижение чего-то одного конкретного потому что возможности много и вы ну вот распыляетесь вот в этом ваша проблема и когда вы распыляетесь вы становитесь как лев да то есть туда побежал сюда побежал этим занялся этим занялся в конечном итоге устаете да но по своей натуре вы достаточно выносливые люди что касается верховные жрицы то здесь очень активное такое скажем ваше бессознательное да ваше стремление желание получать тайные знания вас всегда будет тянуть в мистику всегда будет тянуть в эзотерику в этот человек который с одной стороны вам можно доверять какие-то секреты но вот иногда когда вас включается эмоции вы можете что-то сказать ну вот как сорвалось да с языка на эмоциональном фоне можете не удержать какой-то вот секрет что-то рассказать но вам можно доверять вы такой человек достаточно закрытый я не знаю как это соединяется вас то есть вы вроде бы не как не показываете то что есть внутри вас но с другой стороны вы всегда на виду это к это выражение есть да когда хотите что-то спрятать спрячьте это на видном месте вот это вот как будто бы про вас то есть вы такой человек скрытый вас не всегда понятно в вас свое какое-то мышление свое видение четкое ясное восприятие знаете какой-то вот мистический канал возможно у вас развиты экстрасенсорные способности да одно из них это вот ясно знание у вас иногда бывает такое четко вы понимаете что сейчас произойдет как это будет но вы не можете это объяснить откуда у вас появились эти знания вот хорошо у вас развитая интуиция прям очень хорошо и вот инстинкт самовыживания да он у вас тоже разве то есть умение адаптироваться в любой ситуации для того чтобы выжить и вот здесь вот сразу вот аркан силы он у меня показывает больше как мужские такие энергии да вот именно солнечные вот аркан верховной жрицы это больше женские какие-то качества нашего даже бессознательного и больше по по луне проходит но вот здесь вот ощущение того что у вас гармонично да если вы думали что где-то вас возможно раньше идет перекос мужскую сторону да либо женскую то вот здесь вот эти вот энергия сейчас дающие принимающие они очень хорошо с гармонизированы вот на данный момент хорошо давайте теперь это то что вы как вы себя транслируете во внешний мир это ваша основа была теперь посмотрим ваше бессознательное ваше лунное проявление да возможно страхи и как раз таки страхи у нас здесь и выпали девятки мечей по девятки мечей да вы очень человек мнительный в каких-то моментах либо может быть раньше были это сейчас проработали это прям очень созвучно с верховной жрицей человек который много себе надумывает очень часто себя накручивает очень родимые такой чувствительные просыпается вас периодически какое-то вот чувство видны за что-то непонятное почему непонятно то есть это может быть знаете одно дело когда ты что-то делаешь и тебя совесть съедает и ты понимаешь что где-то что-то несправедливо а другое дело когда вот без причины иногда особенно если вы женщина какие-то вот гормональные сбои идут и вот появляется чувство какого-то внутреннего неудовлетворения да и ты не можешь объяснить себе откуда вот эти страхи бывают откуда эти волнения могут проявляться как правило ваши страхи они связаны либо с финансами либо с реализацией вас в социуме и здесь еще расскажу здесь это все как будто бы чрезмерно накрученное то ли вы по натуре своей какой-то вот перфекционист либо человек который хочет достичь какого-то мастерства то ли вы работаете на той работе которая вам приносит удовольствие но где-то какого-то внутреннего признания вы сами себе не дали то есть такое ощущение что вот у вас требовательность к самому себе в контексте именно реализация она намного выше то есть люди могут вас признавать а вот вы глубоко ощущаете что вот как-то вот вы не реализовались не реализовались до конца причем это бывает как-то вот накатывает вас периодически да какие-то страхи вам раньше это было очень ярко выражено сейчас как-то уже более спокойно вы к этому относитесь видимо следили эти какие-то свои убеждения волнения вообще здесь человек достаточно тревожный потому что по луне вот ваше бессознательно иногда сны будут бывать такие очень яркие особенно о том когда вы чего-либо достигаете либо здесь могут сняться какие-то кошмары периодически когда вы начинаете волноваться а так вообще есть вот страхи о том что могут быть осуждения касательно того что вы недостаточно может быть профессиональный да синдром самозванца да здесь тоже может проходить но в большей степени переживания и волнения временные но именно касательно вашей профессиональной сферы то есть здесь как будто вы знаете вот вы работаете получаете удовольствие но как-то вот во внешнем мире нету с вашей точки зрения достаточного признания на насчет вашего успеха это вам кажется да чисто здесь субъективно хорошо следующая планета это венера венера у нас отвечает за финансы и за красоту в том числе и за отношения что у вас с отношениями и с финансами четверка жезлов вот здесь знаете на этом аркане так очень интересно нарисовано вот здесь вот внизу груша да и окно и в окне значит цветет цветут цветы да и но но такое ощущение что вот это вот груша вот здесь вот где у меня палец она как будто бы смотрит на том что происходит за окном какое-то цветение какой-то праздник так вот что касается вашей планеты венеры вашу внешность она такая достаточно стабильная да красивая но не красота если вы женщина такая знаете вот женственная и все такое нет а красота как праздник я не знаю как это объяснить здесь вот на вас смотришь да и вот вы вызываете вот какую-то радость праздник все равно это вот ваша суть основа позитив вот вы какой-то такой вот достаточно внешне человек который вызывает улыбку человек на которого приятно смотреть на которого хочется смотреть человек возможно у кого-то есть красивая улыбка либо вам идет к лицу улыбка либо вот ваши волосы как-то так уложены что не знаю может быть как-то играетесь с волосами да ну здесь не короткая стрижка как будто бы мне больше идет длинная но несу здесь не продлину волос почему-то мне даже еще и блондинки проходят но не суть здесь про то что вот на вас приятно смотреть да вами любуются и опять таки скажу здесь не про красоту прям вот красоту а здесь может быть вот как ваша энергетика да которая притягивает что касается вашей личной жизни да любви вот вы всегда стремитесь какой-то стабильности опять-таки мне показывает свет здесь и сейчас потому что раньше до какого-то определенного момента вы не хотели стабильности может быть даже если и хотели вы стремились к чему-то такому что постоянно должно быть какое-то обновление должен быть какой-то азарт должен быть какие-то яркие краски а сейчас вот как будто бы хочется чего-то такого домашнего да ну вот праздник но уют это не то что вот эгегей понеслись и навстречу жизни и приключениям нет здесь уже хочется приключений домашних желательно на диванчике да вот либо во дворике на качелях но не больше то есть что-то такое уже знаете понятное известное это когда человек уже насладился здесь как правило бывают такие ощущения у людей которые прожили очень бурную такую свою жизнь много чего посмотрели и здесь как-то вот уже не то не то чтобы остыли но как-то вот успокоились на здесь какие-то перемены произошли в вашей жизни вообще что касается вашей личной жизни если мы посмотрим вы такой достаточно проницательный человек и вы уже выбираете если раньше вас выбирали вот то сейчас вы уже выбираете тех партнеров которые которых вы хотели бы иметь в своей жизни да ваш опыт достаточно большой и вы проницательны вас уже не так легко не так просто обмануть то есть с вами уже нужно считаться вообще вы если женщина вы любимчик но не всегда они видят вас женщину больше знаете женщина я имею ввиду как партнера больше они видят вас либо как женщину очень страстную для секса либо женщину которые можно прийти за каким-то мудрым советом каким-то как-то вот может посоветоваться да очень мудрого человека да человека которым можно открыться довериться просто поговорить здесь вот ну вас не видят домохозяйка да вас не видят например как королева педаклей не потому что вы не можете быть такой но вот здесь знаете вас выделяют вашу страсть вашу сексуальность опять-таки не потому что вы это транслируете что вот я открыта для секса приходи кто хочет нет а здесь именно про то что вот это вот ваш магнетизм это ваша энергия вот вы манки ваша энергия манка вот а если вы еще и женщина то это как раз таки ну и заметно это будет выражаться это нормально это естественно когда вы вызываете желание чисто бессознательное у мужчины с вами ну с лица да то есть как-то вот взять вашу энергию потому что еще раз скажу вы донор что касается финансов здесь здесь вот финансовый аспект он как-то вот не очень выражен здесь больше будет некие такие перемены да то есть вы можете где-то что-то поэкспериментировать вы можете где-то продумать здесь финансы вы можете кому-то подсказать как можно заработать вы можете выстроить хорошую стратегию объяснить как человеку как можно получать стабильные деньги да ну здесь вот денег как прям вот большой суммы нет здесь нету здесь есть стабильный такой вы знаете даже если вы упираетесь иногда вот какой-то вот потолок да дальше не пойдет вот здесь оно так и будет здесь ощущение того что вы не для больших денег не потому что вы это не заслужили а здесь энергия такая что вот дайте вот будете всегда упираться до определенной суммы и дальше не пойдете а ощущение что вам как будто бы деньги не нужны то есть деньги нужны для каких-то нужд так конкретно ну там я не знаю что-то себе купить приобрести но вы не не карьерист вы не тот человек который будет зарабатывать вот прям желать большие деньги для того чтобы там инвестировать вкладывать вообще ох вот прям сказал и колода упала вы не тот не тот человек да реакция прям прорыв прорыв и победитель хотя может быть может быть сейчас у вас и будет что-то такое случится финансы такой какой-то вот достаточный прорыв хорошо следующая планета это у нас Меркурий Меркурий у нас отвечает за логику за разумность также Меркурий в мифологии это у нас Гермес а у него очень много обязанностей у этого бога это всевозможные послания это общение коммуникация это где-то в какой-то степени умение даже где-то схитрить может быть обмануть давайте посмотрим что у вас тут ну вот на данный момент еще раз скажу на данный момент потому что здесь какой-то вот конкретный срез то ли он переходный какой-то этап ну потому что это не совсем про вас как я это понимаю вот по энергии что это либо что-то новое это приобретенное либо это какой-то вот переходный этап почему потому что у меня выпадает девятка пентаклей девятка пентаклей жезлов девятка жезлов как раз таки в коммуникации вот вы мне идете общительным человеком хотя верховная жрица у нас говорит про тишину про умолчание про интровертность больше но а что касается меркурия вот вы человек который на данный момент сейчас закрываетесь вы как будто бы абстрагируетесь от какого-то общения причем это связано с тем что либо вы не хотите то есть как будто бы какой-то осознанный выбор касательно коммуникации общения сейчас уточню что касательно лжи знаете здесь что касается обманов лжи и вообще коммуникации выпадает по шпиндакле который говорит о том что меркурий вам нужен больше для того чтобы что-то изучать как ученик вы готовы всегда чему-то обучаться новому да вы готовы смотреть на мир такими открытыми глазами вы достаточно любопытный любознательный с хорошей точки зрения любопытство вы пожизненный ученик всегда и всему учитесь но сейчас происходит такая вот вещь в контексте вашей коммуникации и общения которая говорит о том что у вас идет переоценка вашего возможно окружения потому что по шпиндакле он нам говорит о нашей ценности да когда мы начинаем постепенно понимать себя что мы хотим насколько мы важны и значимы и здесь сразу выпадает девятка жезлов как некие такое отдаление но вы здесь не уединяетесь а вы вы даже можете знаете как-то быть в обществе и здесь вопрос ценности и значимости для вас он важен как это может казаться вот вы находитесь например в какой-то компании сначала вы очень внимательно во-первых вы сразу не входите в коммуникацию хотя вы такой яркий человек то есть вы вошли вас заметили в компании да но вы сразу не вступаете в разговоры вы подождете вы будете присматриваться вы будете понимать оценивать вашего ли уровня беседок кто есть кто да то есть по королеве мечей вы все проанализируете вы все это поняли вы все как сканер всех просмотрели да через рентген поняли если вам интересно вы будете общаться вы будете включаться если нету нет сейчас на данный этап это то же самое связанное с вашим обучением некое такое отстранение вы не готовы принимать сейчас какую-то новую информацию здесь даже не то чтобы переварить а здесь какой-то вот вы просто не в ресурсе да либо вам еще у вас ничего такого особенного не затронуло это один момент либо пока вы ну не хотите вот бывает такое знаете даже здесь не происхождение я просто не хочу я не могу это объяснить почему но я просто не хочу чему-то новому обучаться вообще как-то вот обучаться вот мне важно сейчас я как личность вы как будто бы сами себя сейчас лепите что касается обмана и лжи вы не вы закрываетесь от этого вам это не неприятно никогда вас обманывают никогда вы этого делать не будете при причине того что для вас это вот как будто бы знаете немножко унизительно до кого-то зачем зачем это делать то есть вам вам это непонятно то есть в этом нет какой-то ценности для вас какой-то вот важность именно в том чтобы обманывать других людей плюс ко всему вы сильной воли человека вы можете себе позволить открыто высказывать свою точку зрения да то есть если нужно что-то сказать правду вы можете сказать вы не в этом плане вы не боитесь вы можете бояться где-то в каких-то своих снах каких-то иллюзиях да вот по поводу там я не знаю будущего либо становление себя профессиональной сфере как мастера вот либо как эксперта но как коммуникации нет вы обманывать не будете для вас это не столь важно если мы говорим о вашем уме то он такой знаете по крайней мере сейчас на данный момент выстраивается закладывается как будто бы новый какой-то вот фундамент ваших в вашей коммуникации вы как будто бы заново выстраивать с одной стороны вы закрываетесь от общения с другой стороны вы как будто бы присматриваетесь а как по-новому я хочу научиться общаться вообще ваши мысли на данный момент они больше на пол наполнены наполнены тем что вот я просто не хочу как было раньше да вот как как еще по-новому возможно вы для себя картинку не выстраиваете но вы четко понимаете что вот я хочу чтобы по-новому было так где мне будет хорошо да то есть я хочу общаться так с людьми когда мне от этого будет хорошо не так как было раньше то есть четкой картиной ясной по поводу вашего общения взаимодействия с людьми по-новому какая-то вот модель у вас нету но при этом вы понимаете как будто бы что вот это вот было раньше поэтому я так не буду как-то вы опираетесь от того мотивация от чего я не хочу в своей жизни чего я хочу я не понимаю а вот чего я не хочу здесь я четко знаю следующая планета это марс это наше действие это где-то может быть конфликты да какая-то наша воинственность это в некой степени даже и справедливость умение отстаивать себя свои позиции здесь у нас как раз таки выпадает восьмерка восьмерка жезлов вот у вас здесь активность да она проходит как раз таки в маши в ваших мыслях да вот здесь как-то странно то есть мыслительный процесс некая такая остановка а вот движение оно больше связано знаете с чем с продвижением вас вот как-то в духовном плане да больше потому что восьмерка жезлов это лестница в небо и здесь у нас идет стрелец ну здесь вот больше связано как-то вот у меня с духовностью да то есть если вы активничаете то активничаете как раз таки касательно знаний тому чтобы вот как-то быстро вы очень быстро обучаетесь вы можете отстаивать ну вы хорошо подкованы и в знаниях и вы можете отстаивать там свою точку зрения то есть у вас есть этот опыт и опять таки здесь позитив вы умеете поддерживать людей вы можете их мотивировать вы можете сподвигать на что-то да опять таки перекликается с тем что вы можете вести за собой людей и вот впадает повешенной все что связано с движением это не ваше да вот как ни крути ни верти вы даже и не конфликтный человек вам это не свойственно то есть вы не понимаете ваша конфликтность она может урегулироваться словесно вот либо вы наоборот уходите от конфликтов да как-то вот игнорируете ну то есть знаете здесь не то что вы считаете ниже своего достоинства просто вы не понимаете зачем с кем-то входить в какую-то полемику так как каждый все равно оставится останется при своем мнении поэтому тратить силы на это нет вы не не любите движение вы не не человек движения вы как-то знаете вот ваше движение опять-таки здесь мне показывается ваш подвижный ум хотя это должно было быть в меркурии но вот здесь вот показывается ваш подвижный ум в контексте того что вы умеете смотреть на вещи под другим под разным углом да с разных точек зрения не так как обычно смотрят люди это с одной стороны с другой стороны где-то вот вы умеете можете жертвовать как-то знаете своим мнением да для того чтобы где-то пойти кому-то на уступки да в разговоре потому что это для вас как-то будет важно да это для вас как-то будет значим то есть ваше движение здесь больше связано в умственном каком-то процессе и он связан со знаниями здесь не физическое передвижение а вот именно как-то вот связано с позитивом со знаниями здесь про это хорошо сатурн сатурн у нас отвечает за уроки за это наше время это наш опыт это очень болезненная такая планета болезнь такая темная и здесь выпадает семерка жезлов говорящая о том что ваш урок один из уроков это проблема неумения выстраивания границ это то что вы не признаете себя мастером вот у меня здесь знаете как-то так по змейке проходит какая-то маломальская заниженная самооценка еще расскажу может быть этап такой вот с одной стороны уроки выстраивания границы а с другой стороны как-то вот борьба внешняя борьба за знаете вот желание кому-то что-то доказать вот так она у меня проходит и в первую очередь здесь себе как-то вот себя убедить вот у меня неоднократно это проходит в раскладе что вы как будто бы себя хотите убедить в том что вы чего-то заслуживаете где-то одна часть вас она понимает и принимает что да я уже допустим чё там мастер да где-то у меня есть опыт у меня есть знания но вот как-то вот периодически в принятие вы как будто бы свою часть себя не можете принять что вы уже победитель вот здесь чем то вам даже не то что вы что-то победили а вы уже победители вам нужно двигаться дальше а вы где-то здесь зацикливаете то есть ваш урок он будет связан с тем что есть некая такая зацикливать на том что вы уже прошли а вы все равно да возвращаетесь то есть время уже прошло уже все забыто вы нет вы возвращаетесь к этому кстати по луне вот здесь вот страхи вот эти они тоже могут проходить в этом тоже есть ваш урок да что вот вы боитесь вы к боитесь как будто бы дальше идти вы боитесь идти в новое вы не умеете выстраивать правильно границы вам сложно себя защищать потому что вы не пони у вас понимаете вы позитивный человек вы открытый человек по отношению к миру хотя бы интроверт какой-то степени я уже говорил не знаю как это связано внешне внутренне у вас но здесь проходит такое что вам сложно понять либо детстве у вас как-то не было что-то своего да то есть вот это вот понятие до границы она у вас вам сложно это выстраивать почему потому что ваши вот эти вот вселенские понятия единение мы еще посмотрим дальше о том что вот если я хорошо к людям отношусь и люди должны ко мне относиться здесь вот это вот единство здесь про это и вам как-то сложно понять почему люди могут переступать ваши границы то есть ну во первых а зачем выстраивать границы да то есть неужели это как-то у вас проходит это фоново да само собой разумеющиеся что если я я уважаю тебя да то на автомате и ты должен меня уважать и поэтому вы возможно не выстраиваете границы ну например я не знаю зачем закрывать там есть свой какой-то письменный стол да если я и так понимаю что это моё пространство сюда никто не должен заходить либо зачем например ставить код на телефон если не вообще чужой тему не телефон трогать нельзя да это вообще не твои зачем брать чужие вещи то есть у вас такого понятия и когда если кто-то там не знаю захочет залезть ваш телефон либо что там прочитать ваш дневник вы в недоумении то есть как так то есть я себе такого не могу позволить почему ты это себе позволяешь то есть вот здесь вот это вот понятие границ у вас нет потому что у вас нету собственной границ и поэтому люди перестали если у вас нет границ по сути все дозволено да то есть вам сложно озвучивать людям что можно а что нельзя да вот это вот дозволенность в этом и заключается ваш урок и выпадает туз кубков это как раз таки связано с тем что вот у вас есть вот это знаете вселенская любовь принятие всего да вот но вы такой вы такая личность вы такой характер когда как вам это писать большой одно большое сердце и вот это вот сердце да все периодически кому не лень как гостиница заходит и проходит и каждый оставляет свой отпечаток и вам от этого больно но здесь ваш урок как раз таки научиться как ни странно любить любить и принимать и одновременно выстраивать границы я не знаю как это может быть не могу вам объяснить как можно любить и выстраивать границы ну вот здесь вот такое здесь еще у вас уроки в отношениях тоже будут вы будете проходить почему потому что здесь вы должны будете как раз таки вы растворяетесь в партнере то есть если любите любите до конца то есть всю всю себя либо всего себя отдаете полностью и вот здесь вот как раз таки это украинское выражение да краев не бачит то есть вот здесь вот люди ну пользуются вот вами пользуются да вот этот вот ваш урок именно с одной стороны любить себя а с другой стороны еще и ценить себя то есть не не знаю я не могу вам это объяснить потому что здесь как-то все переплетено здесь принимать есть две противоположности но они взаимосвязаны как хорошо и последняя планета это у нас юпитер юпитер у нас означает за расширение у питер у нас означает как самая такая знаете позитивная счастливая планета планета удачи это планета непосредственно связано с моралью с развитием с духовностью очень позитивная планета и расширение вот у меня всегда ощущение такое знаете расширение когда каждый год меняет свою позицию юпитер и вот он всегда что-то такое позитивное приносит и если он проходит по вашему солнцу вот либо по входит ваша акцендент это всегда будет увеличение массы тела то есть всегда это расширение да всегда полнейший вот это вот про полнота про расширение про наполненность ну и с другой стороны это вот все что связано с духовностью с моралью с обучением это высшее образование да девятый дом хорошо здесь у нас выпадает туз мечей да туз мечей как раз таки связан с остротой вашего ума с расширением здесь еще и выпадает императрица то есть наши знания именно понимание гармонии взаимодействия с миром вот здесь вот все таки вот какие-то масштабные законы да то есть изучение законов мироздания такая знаете достаточно справедливость вот ваше именно понимание справедливости не в контексте законов земных а именно в контексте вы знаете понимание законов мироздания как это все устроено здесь какие-то моральные принципы присутствуют но и одновременно это заземление это вот изобилие это полдородия здесь очень интересно с одной стороны с финансами я не могу сказать что вот вы можете похвастаться прям миллионами но с другой стороны когда мы говорим о богатстве здесь как говорил Сократ богатство это про мудрость вот ваше богатство это мудрость поэтому императрица здесь она будет говорить об изобилии мудрости знаний опыта желанием знаете вот всех обнять всех накормить чтобы всем было сыто чтобы всем было хорошо но при этом по мечу по мечам да такая энергия холодная то есть это не то чтобы вот прям отдам себя всем вот здесь знаете как интересно в личных отношениях да вы готовы отдаваться полностью но если мы говорим вообще о людях да о мире то я буду выбирать то есть здесь вот должно быть все по справедливости кто заслужил тот и получит а кто не заслужил тот и не получит то есть в любви вы как-то вот в личных отношениях вы можете отдаваться растворяться а вообще по справедливости очень такой справедливый человек да острый ум у вас но это не на неоднократно говорилось то есть вот ваш ум я бы знаете сказала в какой-то степени не совсем практичный а здесь люди которые больше развиваются именно духовно здесь уровень такой вот выше среднего то есть у вас принципы и морали они больше будут говорить о гармонии поэтому вы и не любите это конфликты то есть вы не понимаете на это уходит очень много энергии вам сложно отстаивать себя вам сложно отстаивать свою точку зрения не потому что вы не владеете не оперируете какими-то вот убеждениями да то есть вы не можете подкрепить какими-то знаниями своими нет просто вы понимаете что это вот все как-то вот бессмысленно что человек должен вот до вас люди должны дорасти до вашего уровня до ваших понятий до ваших взглядов люди должны дорасти вот ваше богатство это вот ваша мудрость так могу сказать так это у нас была первая позиция боже это я еще решила на три позиции жесть так много нет все оставлю много сказала по первой позиции прям боже какой же огроменный будет расклад 6 какая позиция номер два так солнце наша личность луна венера меркурий марс сатурн и юпитер и приступаем солнце ваш стержень ваша основа я так сразу это в шоке семерка мечей ваша основа я я вступали немножко объясню почему потому что семерка мечей она у нас говорит за некий такой самобман в чем-то либо хитрость обман нежелание идти в новое новым путем да то есть мы как будто бы хотим достичь что-то новое но старыми методами где-то мы сходим с пути где-то мы идем как-то вот окольным путем к достижению своих целей а солнце это у нас как раз и про наш внутренний стержень про проявление себя как личности заявление о себе как личности во внешнем мире здесь вы как будто бы знаете либо хитрите в чем вот хитрость я хочу посмотреть туш пиндакли здесь как будто бы вы создаете какую-то картинку некого такого самобмана в чем-то касательно либо своей ценности вот ощущение того что вы знаете как-то занижаете себя здесь даже да здесь вот хитрость в том заключается что вы как-то себя принижаете вы не показываете свою настоящую ценность вы не показываете свою настоящую значимость здесь человек который больше показывает как-то свои теневые аспекты минусовые какая-то вот иллюзия иллюзия стабильности не стабильность да стабильности и вот какого-то материального плана то ли вы мы еще про финансы потом посмотрим то ли вы как будто бы показываете что у вас недостаток финансов либо это связано как-то с заземленностью с материю с ценностями то есть вы показываете не то что есть либо вы внутри себя не верите в это да что вы возможно такой изобильный да человек либо человек достаточно такой заземленный вот с чем еще связано семерка мечей вот вы показываете понимаете вы показываете человека по пятерке кубков да который постоянно как-то переживает тревожится огорчает огорчается человек который проливает слезы человек который сожалеет об утраченном здесь вот чувство того что вы как будто бы больше транслируете свое прошлое да то есть как будто бы оно для вас является значимым не настоящее и не будущее а вот именно прошлое и вот в этом то есть обман вот в этом есть иллюзия то есть вы не такой человек как как себя транслируете а какой же вы человек давайте тогда посмотрим вы до 100 по двойке кубков вы достаточно гармоничный такой человек спокойный очень даже душевный человек который любит приятные какие-то ну вот общение в компании человек который готов дарить свою любовь человек который готов делиться ну романтик в некой степени безусловно немножко эгоист вот но но при этом знаете вот какая-то хитрость вас проходит то ли вы себя не так показываете то ли то что видят люди это не есть то что вы есть на самом деле но я не могу понять для чего вы это делаете да почему вы себя показываете под личиной человека такого страдальца некого кем вы не являетесь то есть либо люди так считывают вас внешне но вы таким человеком не являетесь хорошо а давайте теперь посмотрим вашу луну луна это наше бессознательное это наши страхи это наши эмоции где-то в какой-то степени может быть да страхи что здесь у нас по луне но выпадает пашкубков вы такой вот ну вот я говорю вы очень чувствительный ранимый человек пашкубков человек который готов лечить излечать душу других людей человек который познает мир именно через ощущения через эмоции то есть как маленький ребенок когда если его кто-то обнимает если его погладят вы какие-то вот телесные да прикосновения то этот ребенок понимает что его любят если ему не уделяет внимание да у него сразу кажется что ну меня уже никто не любит я никому не нужен но при этом очень развитая интуиция здесь у этого человека по луне сказать что у вас есть какие-то страхи да страхи что вот вас оставят страхи причем это из детства идет страх быть покинутым страх того что вообще придется оставить что-то что когда-то было для вас ценно то есть двигаться дальше вы очень привязываетесь вы в какой-то степени становитесь зависимым человеком либо от кого-то либо возможно от материальных каких-то благ зависимость в контексте того что а я сам не могу это заработать да то есть а как мне как мне жить то есть как правило это если это женщина например даже если это мужчина не суть не вступает в брак и нуждаются в какой-то вот защите либо материальные либо моральные ну вот маленькие дети да маленькие дети но здесь вот именно вот этот страх быть покинутым он очень хорошо запечатлился в вашей памяти это может быть что вот в детстве у вас например там мама оставляла либо папа оставлял и вот уходили то есть вот это вот запечатление что я один и как я теперь выживу да вот страх именно выживание это бессознательные какие-то ваши страхи по луне что еще у нас по луне может быть да чувствительность есть вы всегда идете первое либо первой на примирение почему потому что если другой человек менее эмоциональный он с этими знаете когда вот расставание происходит либо какие-то конфликты он это легче переживает вам это сложнее пережить поэтому вы совершаете первый шаг но вы очень недоверчивые вы очень недоверчивые люди хорошо следующая планета это у нас венера она отвечает за наши желания за наши отношения за наши финансы в том числе здесь вы независимо того кто вы мужчина или женщина если мы описываем по венере нашу внешность до нашу то как мы выглядим до красота то помогу вы как раз таки выходите таким человеком харизматичным человеком на которого обращают внимание знаете причем вы внутри такой мягкий человек а внешне можете сможете создавать как раз таки вот эту вот личину такого серьезного человека можете казаться даже и человеком манипулятором до который может кстати покупкам такое оно и проходит когда вы умеете очень тонко помогу как хороший психолог прочувствовать другого человека и вы можете получить то что вы хотите поэтому в контексте красоты вы достаточно заметный человек такой знаете вот фигура такая статусная хочется сказать но не в плане объемов а вот именно здесь почему-то у меня проходят такие вот высокие люди и подтянутые даже если это женщина то есть ну здесь женщина не будет какая-то вот не не снизить низенькая полненькая нет здесь вот наоборот выше среднего как-то вот мне рост людей показывают либо вот подтянутый да здесь осанка если вы умеете себя презентовать вы умеете вот идти так знаете уверенно что касается денег то все здесь будет зависеть от вас ваши деньги могут приходить через визуализацию ваши деньги через намерение через силу намерений то есть когда вы себе что-то представляете то что вы хотите получить да когда вы задумываете то есть вот концентрация внимания она помогает вам здесь еще связь с высшими силами у меня идет какой-то вот канал вы то есть деньгами у вас не должно быть сложно сложности не в том плане что у вас постоянно есть деньги а здесь у меня такое ощущение что к вам деньги могут прийти тогда когда вы захотите но для вас ваша ценность и значимость большей степени связано с чувственным аспектом то есть если найти вторую половинку который я буду любить вот и и и при этом у этой второй половинки будут денежки да это я не откажусь но если выбирать деньги и вторую половинку то больше вы выбираете любовь чувственный аспект нежели финансы что еще по финансам ну здесь победитель здесь человек который вы умеете заработать здесь я не могу сказать что покажет вот прям объем да здесь мне не показывают деньги как таковые не показывают объем мне здесь показывают ваше мастерство что вы можете как маг волшебник зарабатывать причем если вы можете зарабатывать на каких-то иллюзиях да если вы занимаетесь психологией эзотерикой если вы занимаетесь коммуникацией да через слово через написание через тексты копирайтеры журналисты тренера там бизнес тренера спортивные да здесь со спортом тоже связано если вы это все можете отраслить это то через что вы можете зарабатывать деньги деньги как таковые мне здесь не показывает почему потому что еще расскажу что для вас как ценность она не является таковой это просто средство достижения чего-либо это некие такие возможности то есть у вас акцент идет больше на другую сферу на другие моменты но при этом если мы говорим в отношениях здесь выпадает мужские карты да то есть если вы женщина я говорю вот здесь вот это вот личиной внешне может казаться что вы такая слабенькая несчастная и нуждающаяся а по сути вы внутри себя человек с такими стальными частями тела то есть вы достаточно уверенный в себе человек хотя здесь если и проходят какие-то травмы то знаете с чем это связано самооценкой причем ваши травмы они идут в подростковом возрасте здесь мне показывает что-то такое конкретное какой-то случай именно вот подростковом возрасте это 11-14 лет это было как-то связано самооценкой кто ли вы смеяли здесь кого-то то ли знаете вот как будто бы надломили сейчас здесь прям информации две пришли одна на другой накладывается несложно их разделить одна значит говорит о том что как-то вот в школе кто-то кого-то высмеял а другая не успела потеряла забыла мысль здесь как-то вот с родителями вы не могли договариваться здесь так хозёл по-русски на то есть какие это вот большие называются пропасть пропасть между поколениями то есть просто вас то ли вас родители слишком взрослые для вот но поздно по выплатный ребенок То ли здесь родители у вас строгие и не было понимания с ребенком. Либо вы были каким-то вот таким бутарем, вам надо было все время доказывать что-то родителям. Как-то идти наперекор. Вот здесь вот что-то такое проходит. Ладно, я не буду углубляться, потому что сейчас мне начнут рассказывать здесь истории. Так, а что касается отношений, я здесь бы просто сказала, что вам нужно научиться выстраивать отношения на равных, без каких-либо манипуляций. Потому что здесь вот проходят у меня какие-то манипуляции. То есть по сути вы как будто бы неправильно выбираете себе партнера. Вы выбираете себе партнера, которым вы каким-то образом можете управлять. У вас сил больше, чем у вашего партнера. Хотя внешне, еще раз скажу, вы можете казаться слабыми. Вам может казаться, что наоборот, это вами пользуются, вас как-то вот опустошают. Вы много вкладываетесь. Но на самом деле вы как-то вот изначально себе выбираете не тех партнеров. То есть нету равенства, нету уважения, нету любви. Вы любите как будто бы вот не тех людей. Но научитесь, научитесь, хочется сказать, любить. Сначала себя, а потом вот выбирать из любви партнера. Не из страха, что вот я останусь одним, одной. А, ну, вы знаете, вы как-то вот по-настоящему из уважения. То есть не то, что осталось, и я это подобрал, либо подобрала. Либо изначально каких-то вот, понимаете, вы изначально выбираете людей, которые ниже вас. С проблемами как-то вот ущемленные, вот это вот ваша жалость, заботливость, как-то проявлять. Нет, вот такое ощущение, что вот вы не выбираете себе равных, да, чтобы вот быть как-то на равных с человеком. Хорошо. Следующая планета Меркурий – это разум, это коммуникация. Это логика. Двойка мечей. Двойка мечей здесь нам говорит о том, что ваше мышление, оно такое, ну, двойственное в контексте сомнения. То есть вы человек, который очень часто сомневаетесь. Вам сложно определиться, на что вам опереться. Одно вам говорит ум, одно другое вам говорит сердце. Вот это вот бесконечное метание туда-сюда, с одной стороны. С другой стороны, постоянно какой-то вот внутренний диалог, да, где присутствуют два каких-то мнения. Здесь даже не про выбор, может быть, а здесь про то, что я не знаю, на чем мне сконцентрироваться. Либо периодически у вас возникают такие ситуации, где у вас всплывают какие-то две вещи, которые нужно решить. И вот вам сложно прийти к внутреннему какому-то перемирию с самим собой. Вы постоянно как-то вот в этом внутреннем диалоге, да, это как два ангелочка, да, черненький и беленький. И не знаете, к кому прислушиваться. С другой стороны, вы не многозадачный человек, да, вам нужно постоянно концентрироваться на чем-то одном. Когда есть несколько вещей, которые вам нужно решить, вы путаетесь, вы теряетесь. Здесь вот ум, он ваш какой-то такой вот очень бурный, но не в контексте рождения каких-то новых решений, а вот в контексте, что постоянно как-то сами собой боретесь. Вот здесь вот какая-то вот внутренняя борьба у вас проходит, но не борьба внутри, а вот именно в мыслях, в контексте сомнений, неуверенности. В чем это связано? С одной стороны, может быть, какая-то незрелость, да, вот это вот в общем раскладе здесь, скорее всего, на протяжении всего расклада ощущается такая, знаете, энергия юная, незрелая, в плане того, что придите и спасите меня. Вот я говорю, вот эта вот энергия ребенка, да, детская какая-то энергия, нуждающаяся все время в какой-то защите, в какой-то помощи. То есть если бы мы писали диссертацию, то вы бы ее написали в сфере любви, а вот во всем остальном как будто бы нету, не на что опереться, да, то есть нету какого-то вот опыта, беспомощность какая-то проходит здесь. А с чем это связано? Это включается у вас, знаете, когда нужно принять какое-то решение двигаться дальше. То есть вы как будто бы здесь путаетесь, когда не знаете, как пойти в новое, да, как что-то, когда новое что-то на горизонте у вас появляется, это вызывает у вас такой некий ступор, да, когда я не знаю, что мне делать, как мне быть, как кому обратиться. Новое, оно здесь вас не пугает, а оно вас путает. Вот здесь вы как будто бы входите в какой-то лабиринт, и не можете, лабиринт своего ума, и не можете оттуда выйти. Иногда вы ищете какие-то вот пути не то чтобы легкие, но необычные, да. Здесь вот с одной стороны у вас всегда присутствует желание, вот что-то новое, да, я хочу вот это вот свежее, я хочу придумать какие-то новые идеи, как-то вот расширить свои рамки, что ли, ощутить некую такую свободу, легкость. И одновременно у вас сразу появляется вот эта вот мысль, не, не получится, нет, так не может быть. Если, допустим, что-то вам легко достается, вы начинаете сразу это сомневаться, что нет, такого быть не может, почему я это сразу легко получил. Нет, за это надо будет там что-то платить. То есть сразу какие-то вот страшилки вы себе придумываете. Следующая планета, это у нас Марс, она говорит про активность. И вот здесь у вас выходит дьявол, дьявол, да. Вот вас все время, знаете, как-то искушают на какие-то конфликты, вас все время искушают на какой-то обман. Но Марс это планета огненности, огненная, это планета активности. То есть вот ваша активность все время вас будет искушать на что-то. Вы будете, вот вами легко можно будет управлять, манипулировать вами, хотя вы тоже являетесь хорошим манипулятором. Здесь вас вот всегда будете попадать в какие-то вот ловушки непонятные, там хитрости, обманы. Кто-то вас обвел вокруг пальцев, кто-то обещал, что-то вам не сделал. Где-то нацепили какие-то иллюзии, где-то ваши ожидания, они не реализовались. И вот это вот все появляется здесь в Марсе. Для чего? Для того, чтобы вы это все разрушили. То есть это является препятствием на вашем пути. То есть это те подводные камни, с которыми нужно поработать. Здесь все, что связано с обещаниями, все, что связано с какой-то вот легкостью, когда вам говорят «на, получи», здесь поэтому вы этого и боитесь. Потому что у вас здесь есть некое такое уже искушение, что «а может быть все-таки попробовать?» Здесь вот знаете, как будто бы чувство по Марсу подавленной какой-то активности. Вот здесь ваш сценарий в этом и заключается. Помните, хитрость выходила изначально, что вы кажетесь слабым человеком, но при этом ваша внутренняя активность, желание доказать. Здесь какие-то эмоции, знаете, какой-то злости, активности. Хочется иногда как-то себя защитить именно через физическую силу. И вот эти эмоции некой агрессии, они подавлены. И вот в этом есть какое-то искушение в вашем плане. А вот вы, возможно, представляете себе, если бы я, например, был женщина, если бы я был мужчина, я бы мог ему дать отпор, я бы мог ему что-то сказать. Здесь вот какая-то агрессивность, она все равно подсказывает, и она подавленная. Здесь какие-то подавленные вот эти вот моменты. Здесь нужно быть очень аккуратным, потому что они разрушают. И здесь поэтому может быть у вас срабатывать психосоматика. Когда вы подавляете какие-то в себе эмоции. О чем здесь еще дьявол? Выпадает иерофант. Касательно каких-то норм, моралей. Причем перевернутый иерофант является у нас прямым дьяволом. Здесь, знаете, у меня проходит желание доказать свою какую-то правоту. Желание убедить людей в чем-то. Причем, знаете, какие-то вот именно ваши заблуждения. Здесь теневой аспект проходит. Я сразу это говорю. Вы это можете не понимать. Вы это можете не осознавать, не замечать. Вот здесь вот чему-то проходит какой-то вот теневой аспект. В том, что я хочу убедить других в чем-то. Почему? Потому что я это в себе не могу принять. И поэтому мне проще найти себе людей, которые будут меня слушать и соглашаться со мной. И тогда я смогу почувствовать себя как-то вот свою вот эту вот значимость. Причем, это все проходит через мораль, через какое-то, вы знаете, псевдодуховность какая-то. И здесь вот эти вот теневые аспекты, они касательно... Знаете, с одной стороны есть рамки, вот ваше убеждение, как правильно, как нужно. А с другой стороны, вам самим хочется нарушить эти законы. Вам самим хочется нарушить эти правила, потому что они вас уже достали. Но вы понимаете, что это как-то вот правильно, да, это верно, это вот как-то вот, ну, я не знаю, это морально. А вам хочется в каких-то моментах вот поступить как-то аморально. Вот я не знаю, кто-то вас раздразил, кто хочет плюнуть ему в морду, прям вот именно вот такое вот выражение у меня идет. Как-то, знаете, вот наступить на ногу, вот, ну, когда вызывает злость человек, а вы себе этого не позволяете, потому что слишком правильные, слишком, ну, вот, все как надо, да. А хочется, а хочется иногда по-другому, здесь вот это вот подавлено. И поэтому здесь Марс про это и говорит. Здесь, знаете, вот это вот очищение для того, чтобы прийти к гармонии, да, именно к принятию самого себя, вот вам не хватает как раз-таки вот этого вот очищения. Знаете, иногда хочется сказать, вот я слышу, тарологи говорят это выражение, оно мне нравится, пойти выгулить своего дьявола. Вот реально, знаете, как-то вот позволить себе, здесь как будто бы вы не разрешаете себе, вот хочется каких-то вещей, ну, вот, с вашей точки зрения аморальных. Я не знаю, может быть, я не знаю, вступить в какой-то там любовный треугольник, там, ну, я не знаю, где-то что-то противозаконное. Я не сподвигаю вас к этому, я просто говорю, что внутри вас есть только вот этой подавленной правильности, которая идет из детства, когда вам запрещали. Знаете, у всех детей проходит какой-то такой период, да, когда мы что-то воруем, причем воровство не в контексте, что там пошел магазин оградил, нет. А в контексте, что, ну, вот у кого-то есть конфетка, вот я ее взяла, потому что она мне понравилась, мне захотелось, либо где-то что-то лежит, и вы понимаете, что это не ваше, да, и так делать нельзя. Ну, вот хочется мне это, да, там, захотелось чоколадной конфетки, а ее нельзя, а я ее съела. Или там еще что-то, то вот какие-то вот мелочи, да, детские, может быть, там, как девочке приколочку какую-то захотела, а была там, там, у сестры, у подруги, вот я ее взяла и хотя бы на время поносила, потом вернула. То есть вот это вот запретное, вы как будто бы, знаете, не прожили этот момент, и вас это все время где-то вот, вот это вот темный, да, то, что я говорила здесь в уме у вас, в вашем мыслении, в мышлении вот это все время двойственность присутствует. Вот этот вот темный ангелочек, он как раз-таки вам и будет все время напевать на то, что, а наружу закон, а попробуй. И я не призываю вас к тому, что вы нарушали закон, ни в коем случае, а к тому, что вы посмотрели вот этот ваш теневой аспект и поработали, потому что он вам не дает спокойствия, не дает вам гармонии. Это вот вызывает у вас агрессию, причем, знаете, это как может быть, вы можете смотреть какие-то фильмы, и есть какие-то моменты там, где люди нарушают правила, либо как-то, я не знаю, опаздывают на встречи, ну вот что-то делают не так, как нужно, да, у каждого человека есть свои нормы и правила установки, но есть какие-то вот общепринятые, да, и когда кто-то вот, например, заходит в общий транспорт, кто-то очень громко начинает разговаривать по мобильному, и вас это может раздражать, вы можете говорить, ну как так ты себе, как, что ты себе позволяешь, почему я должен слушать, то есть это вызывает у вас какую-то агрессию, почему? Потому что у этого человека нету рамок, ну то есть для него окей, я же разговариваю по телефону, да, для меня, возможно, это, ну, серьезная какая-то встреча, да, я разговариваю, например, о чем-то таком важном, ну и что, что я в общем транспорте, меня еще слышат 150 человек, какая мне разница, мне наплевать, а вот вам не наплевать, и вот это вот вызывает у вас все время какой-то вот эмоциональный такой подъем, и с этим нужно работать, это Марс, он всегда у нас говорит про разрушение, это про воинственные какие-то энергии, которые именно мотивируют, вот если они будут являться для вас тем двигателем, чтобы пойти в новое, вот здесь вот, когда вы в новое не идете, именно то, что вы себе не разрешаете, вот хочется сказать, вот туда вам нужно идти, вот в этом направлении, то есть там, где есть какие-то запреты, там есть что-то, что вам нужно проработать, возможно, я не знаю, там, с психолога, либо самостоятельно, либо пройти какие-то квесты, что ли, вот вам нужно это просто проработать, вам потом придет послабление, вам легче. Здесь как будто бы очищение должно пройти, понимаете, через энергию огня, то есть сжечь вот это вот все. Либо с кем-то, знаете, вот поконфликтовать прям вот так вот от души, что вот прям до хрипоты в горле, но и тот человек, с кем вы будете конфликтовать, это не будет, как бы так сказать, мечи не направлены в его сторону, а это вот как будто бы, ну в кавычках, сори за выражение, как козел отпущения, то есть через него к вам придет какое-то вот послабление, вот здесь что-то такое должно быть. Поэтому, чтобы этого не было, мы ищем более такой, ну вот оптимальный для себя способ проработать. Здесь очень много убеждений, очень много рамок, очень много догм где-то в какой-то степени, вы знаете, вы можете быть даже очень жестоким человеком, если вы себе этого позволите. То есть вы постоянно себя держите в ежовых рукавицах. Вот я вот про это говорю, вот здесь вот нужно где-то себе давать послабление. Хорошо, следующая планета – это Сатурн. Сатурн у нас отвечает за уроки, Сатурн у нас отвечает еще и за время, за опыт. Здесь вот как раз-таки рамки, ограничения. У нас выпадает королева кубков. Вот здесь как раз-таки второе тому, что я говорила ранее о том, что рамки касательно чувствительного аспекта, то есть здесь еще и уроки могут быть. То есть нет того человека, кому бы я мог полностью довериться, кого бы я мог полностью одарить, как говорится, своей любовью, своими эмоциями, своими чувствами. Здесь ваш урок, он связан с тем, что вы научились любить себя. Здесь урок непосредственно связан как-то с вашим прошлым. Связан с тем, что вы периодически, вот здесь вот краски по времени, и кубки у нас тоже говорят про прошлое, вы все время находитесь в каком-то моменте ожидания. Это ваш урок. То есть вы должны проработать вот эти вот свои собственные ожидания вообще касательно мира и касательно того, что вы ждете что-то. Вот вы ждете, когда придет что-то, когда случится что-то. То есть у моря погоды. Вы не идете в новое. Здесь вот с этим связан ваш урок. С вашей эмоциональностью, с вашей чрезмерной чувствительностью. Но это не потому, что это плохо. Это потому, что вы должны это осознать и сделать это своей силой. Еще урок с чем связан. Ну вот только сказала про... А, это шестерка. Шестерка педаклей. Знаете, вот не включайте спасателя. Здесь ваш урок в этом. То есть не спасайте мир, не спасайте людей, не спасайте нуждающих. Сейчас это звучит жестко. Но, пожалуйста, услышите меня. Именно так, как я говорю, а не так, как вы воспринимаете. Я не говорю о том, что не нужно помогать людям. Я говорю о том, что не нужно спасать всех. Потому что в лице других людей, кого вы спасаете, вы видите себя, вы видите свое отражение. Это ваше внутреннее желание и потребность быть спасенным, быть нужным. А поскольку у вас этого нету, вы себе сами этого не даете. У вас есть желание раствориться в жизни другого человека через спасение. Через причинение ему добра. Шестерка педаклей. Это вот здесь, именно в этой колоде. Вообще, в принципе, она называется меценатством. Но если вы посмотрите, вот в этой колоде. Вот здесь вот женщина, она стоит, она держит педаклей. А другая ее вымаливает, да, как нуждающаяся. То есть, да, и мне. И здесь вот в этой шестерке проходит все равно вот этот вот дьявол, да, некий такой надменный, да. Это вот как собака есть, и ты держишь какую-то кость, либо мясо, да. И как в цирке. Прыгай, прыгай, да. Вот я вот так вот буду делать, а ты будешь прыгать. И вот здесь вот в какой роли вы выступаете? Вы выступаете в роли того, который держит это мясо. Не тот, который прыгает, а держит. Как будто вы, знаете, вот дрессируете другого человека. Я сейчас говорю вещи болезненные. Я это осознаю. Я не говорю это вот для того, чтобы вам было больно, да. Услышьте меня, пожалуйста. Я говорю о том, что это тот сценарий, который вам мешает жить. Это тот сценарий бессознательный, который будет включать в вас вот это вот чувство заслужить, да. Что-то сделать, вот выслужиться, быть мягким. Если вас достало быть жертвой, либо жертвовать какой-то момент, то вот это с этим убеждением и связано. Сатурн – это всегда жесткие рамки, ограничения, принуждения. И поэтому здесь вот это вот спасательство, в общем, не спасайте людей. Потому что мир, он устроен так, как он устроен. Мы не можем знать, какие уроки проходит другой человек. То есть если мы видим на улице бомжа, с точки зрения Вселенной, он где-то посеял семена для того, чтобы сейчас их пожинать. То есть это не наказание, а это следствие его собственных действий. Если мы считаем, что мы хотим помочь, самая лучшая помощь таким людям – это просто помолиться. Почему? Потому что в молитвах вы отправляете свое позитивное намерение, вы тратите частичку себя, своей собственной силы, своей собственной энергии для того, чтобы свыше было решено. То есть не вы, а высшее я этого человека и другие силы решили, нужно ли что-то делать для этого человека. Потому что иногда надо спуститься на самое дно, надо заплатить, надо осознать, надо понять. И видимо этот человек что-то не понял. И вы лишаете его возможности это понять. И тем самым своей помощью, причинением добра в кавычках, вы разделяете его в некой степени карму. Вам своей бы разобраться, а вы еще и чужую разделяете. Поэтому спасательство на самом деле, с точки зрения мироздания, то есть карма это не наказание, это следствие наших собственных действий и поступков. Поэтому когда вы включаете спасателя, когда вы начинаете растворяться, знайте, что у вас все время будет чего-то лишать. Почему? Потому что вы сами отказываетесь от того, чтобы проживать свою жизнь, чтобы быть счастливой в своей жизни, а не лезть туда, куда не нужно спасать людей, либо еще что-то. То есть мы не знаем, понимаете, я не говорю о том, чтобы мы, как меня недавно назвали, черствой. Я не говорю, чтобы вы были черствыми. Я просто говорю о том, что есть некие законы и правила Вселенной, о которых, к сожалению, мы не знаем, либо интерпретируем, исходя из своего земного воплощения. А там нужно смотреть немножко другими взглядами. То есть там справедливость, она немножко по-другому. На самом деле справедливость – это очень жесткая сила. Ей принадлежат, то есть на нее повлиять не может никто. Во Вселенной абсолютно. Даже тот самый Творец, он тоже не может повлиять на все. Поэтому справедливость, на самом деле, это очень жесткая, холодная энергия. И вот здесь в вашем случае, да, ну, да, но я не буду говорить. Моя задача была вам рассказать, если взрослые люди, услышите меня. Поэтому ваши уроки, они будут связаны вот с каким-то неравенством, с какой-то несправедливостью. И насколько вы будете залипать в прошлом, да. Что вот, знаете, со мной как-то поступили несправедливо, либо со мной что-то сделали не так. Вот в этом будет ваш урок. Что вам нужно будет сделать, вам нужно будет понять, что вы несете ответственность за свою жизнь. Если вас… То есть на прошлое вы повлиять уже не можете, но вы можете, исходя из вашего прошлого, повлиять на ваше будущее. Поэтому своими собственными семенами, которые вы сидите в моменте здесь и сейчас, через осознание как раз-таки прошлого. И последняя планета, которая у нас ответственна за как раз-таки духовное развитие, за знание, за образование в том числе, это планета Юпитер за расширение, за удачу, за всевозможные шансы, за статус. Что еще у нас говорит Юпитер? Сейчас уже не вспомню. У вас здесь выпадает тройка, тройка мечей, скорбь, говорящая о том, что вы не верите в свою удачу, вы не верите в том, что вы заслужили блага, что вы заслужили изобилие. Вы считаете себя… Ну, то есть где статус и где тройка мечей, да? Это вот далеко не про это. В вашем понимании духовное какое-то развитие, либо вообще образование – это всегда через боль, это всегда через скорбь, это всегда через трудности. На самом деле духовный урок по тройке мечей у нас говорит о милосердии. Как ни странно. Почему именно о милосердии? Человек, который прошел какую-то боль в своей жизни, он понимает мотивы другого человека. И вот как раз-таки здесь духовный урок в планете Юпитер заключается в том, что вы должны пройти вот эту скорбь, должны опуститься на самое дно для того, чтобы исцелиться. То есть боль, она приносит вам некое такое исцеление. Оно приносит вам умение сопереживать с другими людьми. И оно дает вам глубокий урок именно милосердия. До этого я вам говорила, не надо быть спасателем. Не путайте одно с другим. То есть быть спасателем, причинять добро другому человеку, и с другой стороны быть милосердным. То есть мягкость и, как бы так сказать, мягкотелость – это разные вещи. То есть мягкий человек – это гибкий человек, это не принципиальный человек, это человек, который может менять свою точку зрения. А мягкотелость – это человек без внутреннего стержня. То есть это вот как пластилин. Здесь как раз-таки может и проходить лицемерие, здесь может быть подмаз, подлизы, вот это вот все. Весь этот негатив, то есть какие-то пороки проходят, демоническое проявление здесь неприятное. Поэтому не путайте, пожалуйста, одно с другим. Да, боль, она является для вас неким таким уроком. Но именно для того, чтобы вы были милосердным, чтобы вы осознали. То есть иногда, знаете, когда другой человек, когда другому человеку больно, надо понять, что ему нужно в этот момент. Не всегда надо бежать, спасать человека. Порой просто быть свободными ушами, почувствовать, вот именно услышать боль другого человека, дать ему возможность выговориться, это проходит намного лучшее очищение души другого человека, чем если бы вы ему, например, помогали финансово, либо решали, что еще хуже за него, его задачи. Какой еще здесь у вас духовный урок? Ну вот пятерка мечей. Смотрите, духовный урок, да, мы говорим, не должны по идее выходить жезла, а у вас выпадают мечи. Не принимаете вы. Вот у вас нету этого принятия, удачи сложно, вам дается как-то вот расширение. Жалеете много себя. Знаете, а вы очень сильный человек на самом деле. Вы действительно способны на многое, если перестанете циклиться вот на каком-то вот самобичевании. Пятерка мечей – это вот самобичевание. А тут еще и тройка мечей, что тоже является аналогичным, да, то есть скорбим, нам больно, и вам кажется, что вот в этом каком-то самопожертвовании, самонаказании, на самом деле это пороки, да, это ни в коем случае не добродетель. То есть творец нигде не говорил о том, что нужно быть несчастным, да, либо наоборот как-то себя наказывать, либо в чем-то себя ограничивать. Задача быть просто счастливым человеком. А вот вы себе счастливым человеком не позволяете быть. Это внутренняя борьба. Вы себя, знаете, ну, очень критичны к себе. Вы очень часто о себе плохо говорите, сами себе, да. Вы слушаете критику других людей, и это вас очень сильно ранит. Ну, кто-то может и слухи пускать. Ну, то есть, может быть, не, знаете, неосознанно где-то что-то не проверите, не перепроверите, где-то что-то услышали, может быть, передаете эту информацию без перепроверки. Вот, что является, в принципе, слухами. Ну, это вот не всегда так. Вот такая у меня была вторая позиция. Никого, еще раз скажу, я не хочу никого обижать. То, что я говорю, это говорится лишь о том, чтобы вскрыть какие-то теневые ваши аспекты. Безусловно, когда мы кому-то делаем больно, у нас включается защитная какая-то такая система, да, когда нам больно, я закрываюсь, я не хочу это слушать. Вот. Я не хочу вам сделать больно. Ну, то есть, я вас не знаю, у меня нет ничего личного с вами, но если вам действительно больно, то поищите, пожалуйста, себе хорошего мастера, ну, может быть, психолога, психотерапевта, и поговорите о своих вот этих вот травмах, которые есть, да. Это облегчит вам вашу жизнь. То есть, нужно что-то сделать вам самим для того, чтобы вы были счастливы в первую очередь. Здесь очень много мячей. Очень много мячей. Так. Ой, Боже мой, какие позиции? Сколько часов у меня будет грузиться? Позиция номер три. Троечки. Я улыбаюсь, потому что с двойками вообще расклад большой. Вот я сижу и ною. Сколько времени это будет грузиться, и кто это дело все будет смотреть столько много по времени. Ну, вот какая тема такой столько времени. Итак, солнце, луна, венера, меркурий, марс, сатурн, юпитер. И приступаем. Солнце. Ваш внутренний стержень. Ваше солнце. Ваша суть. Император. Ну, поздравляю, да. Тройки. Ваша внутренняя суть. То есть, человека уверенного в себе, человека серьезного. Человека, который умеет общаться с другими людьми, убеждать их, да, возможно, в какой-то своей правоте. Здесь человек лидер по своей натуре. Человек, который четко для себя, по крайней мере, очерчивает границы, да. То есть, он понимает, что вот это вот мое, и на мое никто не должен посягаться. То есть, если кто-то будет переступать ваши границы, да, то наверняка этому человеку не поздоровится. Здесь человек, который опирается исключительно на свой разум. Вы такой, знаете, немногословный, уверенный в себе внутренний человек. Почему немногословный? Иногда вы можете казаться для других людей достаточно жестоким, либо жестким. Но для себя вы справедливы. То есть, с вашей точки зрения, да, то, что вы делаете, это является, ну, справедливо. Здесь вы, ваша, ну, проблема какая-то, да, может быть связана непосредственно с эмоциональным планом. То есть, по императору вы больше человек, который опирается на логику, на разумность. Человек, который решает задачи через переговоры. Вы по натуре такой, знаете, человек, который, если рискует, то риск вашим должен быть оправдан и просчитан. Если вы бросаете себе вызов периодически такое, знаете, вот у меня такое ощущение, что периодически на вас нападает такое, что давай я пойду в спортзал, да, и буду там, я не знаю, тягать железки, либо заниматься там йогой. Ну, в общем, даже не йогой, может быть, какими-то боевыми искусствами, да, может быть, цигуном. Ну, вот что-то такое достаточно силовое и активное, то, что опирается на физичность. То есть, если это йога, то это не будет там хатха-йога, да, как там на растяжку, а именно там пауэр-йога какая-нибудь, да, либо вот эти вот резинки в воздухе, да, не воздушная какая-то такая йога. То есть здесь что-то такое. Вы бросаете периодически себе вызов и берете себя на слабо. То есть вы, вам равных, да, потому что выше императора, да, там может быть только маг. Поэтому вы себя достаточно высоко оцениваете. У вас все окей с самооценкой, независимо от того, вы мужчина или женщина. Вот, и в принципе это нормально. То есть не нужно ни занижать, ни обесценивать себя. Здесь вот, в принципе, стержень такой, ну, достаточно крепкий внутри вас. Единственное, что вам иногда не хватает гибкости. Где-то какой-то вот лояльности иногда не хватает. И здесь вы можете в этом страдать. То есть иногда, ну, вам сложно принять в переговорах чужую точку зрения и вам проще вот прогнуть, продавить. То есть сказать человек, да, прими ты уже моё мнение, я и так уже права. Да, если не прав, то я сделаю так, что я буду права. Вот здесь иногда сложно вас переубедить. Вот вы иногда становитесь достаточно таким упрямым человеком. Но опять-таки ваше упрямство, оно связано с тем, что иногда вы туги на ухо. Ну, то есть не слышите других людей. Но если всё равно найдётся такое собеседение, которое сможет вам всё разложить по полочкам, объяснить, то любую точку зрения вы сможете принять. Достаточно только осознать, что в этом есть какая-то правота, потому что император, он всегда прав. Просто потому что он император. Хорошо. Ваша луна, ваша бессознательность, здесь что скрывается? Умеренность. Прекрасно. Всё такое достаточно спокойное, гармоничное. Желание достичь золотой середины, чтобы, знаете, в принципе, меня никто не трогал. Всё хорошо, спокойно. Процессы как шли, так и идут. По умеренности. Иногда вы внешне можете не отслеживать то, что происходит внутри вас. То есть бессознательно вы не всегда осознаёте какие-то моменты, но оно постоянно находится в каком-то движении. Оно активно. Не ярко выраженная какая-то активность, а вот она такая достаточно по умеренности, спокойная, всё ровно, хорошо, фоново. Я не могу сказать, что здесь идут какие-то процессы. Знаете, здесь ещё такой момент, когда вы больны, ваше выздоровление, ваше лекарство – это сон. Когда вы спите, вы восстанавливаетесь через сон. Идут какие-то процессы восстановительные. Даже если вы не болеете, то отдых вам необходим. Причём не просто полежать, а именно поспать. Отключить как-то свой ум, хотя и во сне тоже происходят свои процессы. То есть ум, наше сознание не отключается даже во сне. Но, по крайней мере, оно как-то более умеренно работает. Здесь очень много напряжения логического проходит. Что ещё по бессознательному? Ну, прекрасно, вы получаете знаки. Вы получаете, вы умеете читать эти знаки. Вы чётко понимаете, куда вас ведёт ваша путеводная звезда. Здесь ощущение того, что наконец-таки тройки определились со своим предназначением. Наконец-таки вы поняли, куда вам идти, чем вас заниматься. Либо, если вы ещё это не осознали, то ищите в своём бессознательном. Там есть ответ. Потому что звезда, это про состояние, знаете, вот именно души. Куда мне идти? Вектор какой-то направленности. И если ваша Луна, она окрашена двумя великими арканами, это не случайно. Причём они достаточно созвучны. То есть умеренность звезда. Обе такие неэмоциональные и достаточно холодные, что по энергетике Луны созвучно. Развита у вас интуиция, но она, знаете, это не как у всех интуитивных вещей. Вы, скорее всего, считываете какие-то знаки, какие-то символы. Вы как-то понимаете и общаетесь с Вселенной по-своему. Вот во снах, либо здесь, знаете, кто-то занимается практиками астрала, выхода в астрал. Вот вы как-то оттуда понимаете, получаете ответы на вопросы свои. Здесь, если кто-то занимается профессией, то здесь всё, что связано с гаданиями. Там Таро на песке, на Бабах, на кофе. Вот здесь вся гадательная, предсказательная система плюс астрологи могут проходить. Насколько здесь эмоции ваши проходят? Ну, они-таки достаточно холодные. Ну, безусловно, здесь у нас император был, по Солнцу проходил. То есть это тот, который опирается больше на разум и свой эмоциональный план держит, свои эмоции держит под контролем. Поэтому здесь всё объясняется логически. Хорошо. Следующая планета, это у нас Венера. Она отвечает у нас за финансы, за отношения, любовь. Вот. И, ну, за красоту, за внешность наша. Вот здесь как раз-таки у вас проходит двойка же злов, говорящая о том, что бесконечный выбор, да, некая такая неуверенность, неопределенность, куда мне дальше идти, что мне делать. Это и с финансами связано, и это связано и с отношением. Что касается внешности, знаете, вот если вы работаете где-то, где вас фотографируют, либо вы как-то появляетесь на камеру, то, как у профессиональных телеведущих, да, всегда говорят, вот это вот моя рабочая сторона, это не рабочая. Вот у вас где-то что-то такое тоже есть, есть некая такая асимметрия в лице, причём мне показывает одну тёмную сторону и одну светлую сторону. Знаете, как будто вот это вот привлекательное, а это не очень во внешности. То есть какая-то вот асимметрия у вас присутствует. И ещё какая ваша внешность. Знаете, вот у вас характер тоже такой, да, то есть вы в один момент можете, здесь как-то с одеждой мне показано, да, то есть бывают такие моменты, когда вам хочется очень так, ну, красиво, презентабельно одеться, вот, а бывают моменты, когда мне показывают, что вот вы в спортивной форме и не вылазите из неё. Здесь какая-то двойственность, она присутствует. Прежде чем, знаете, вступить в какие-то отношения, вы присматриваетесь, вы присматриваясь к человеку, вы точно так же к какому-то новому делу, да, вы сначала проанализируете, вы всё взвесите. Но очень долгое время присматриваетесь и либо в отношениях, когда вы вступаете, вам обязательно важен вот конфетный период, этот конфетно-цветный, букетный цветочный период, когда вы должны узнать человека, когда вы должны присмотреться к человеку. Разобраться, подходит он вам или нет, то есть разобрать его по полочкам. Шансы здесь касательно финансов, вам сложно принимать какое-то решение, да, здесь вот ответственности, как раз таки ваша природа, вы слишком ответственный человек, поэтому прежде чем совершить какой-то шаг, вам нужно всё одумать, всё проверить, и вот вы именно поэтому не берёте, очень быстро, не принимаете какое-то решение, вы боитесь ошибиться, будь то это в финансах, будь то это в отношениях. Знаете почему? Потому что вы, возможно, в прошлом где-то погорели, либо вот опять-таки деньги и отношения, вот для вас это про одно и то же. Это как-то вот для вас связано, эмоциональный фон и финансы. И вот здесь вы погорели в чём? Погорели в том, что есть у вас какая-то только авантюризма, вот эта риска, и вам хочется что-то где-то рисковать, но прошлый опыт как-то вас сдерживает, то есть вот император, он вами как-то рулит. Если бы не было его, вы бы на самом деле были каким-то таким, знаете, маленьким человечком, ребёнком, который хочет везде где-то пошутить, где-то пальцы в розетку засунуть, где-то всё попробовать. есть вот такой, знаете, массовик-затейник. Кстати, это возможно, это и в профессии у вас было бы хорошо. Но при этом, вот знаете, существует какая-то неуверенность. С чем она связана, эта неуверенность? О, сразу два аркана выпало. Ну вот с прошлым как-то. Неуверенность, знаете почему? Потому что вам очень быстро всё надоедает, у вас очень быстро приходит пресыщение, и вам периодически нужно что-то новое. Такое чувство, что вот многое всё уже попробовала, всё уже сделала, и как-то вот из прошлого. И, ну, быстро выгорание, тем более профессиональное. Быстро как-то приходит выгорание, ну, ничего уже неинтересно, и то, что когда-то любил, да, сейчас уже не очень-то и хочется. И финансы то же самое. Ставите себе цель, вот, что-то достичь, и в процессе как-то, ну, передумали. Ну, то есть, ну, не надо, но мне как-то что-то... Либо, наоборот, когда получаете то, что вы хотите, вы как-то не умеете насладиться этим. Такое ощущение, что вот вы как будто бы некий такой достигатор. Вам важен сам процесс, а не результат. Хорошо. Следующая планета у нас, Меркурий, ответственна за разум, мыслительные процессы. Здесь у вас нету равных. Здесь вы человек такой, знаете, безграничный. Да, что касается Меркурия, вы готовы пробовать абсолютно всё. Вы человек без границ. Это означает, что с одной стороны, вы можете впадать в какие-то моменты цикличности, повторности, а с другой стороны, если вы действительно захотите, вы можете идти в новое. То есть расширять свои границы. У вас очень огромный потенциал. Здесь всё будет заключаться в понимании, нужно вам или нет. Даже не в желании. Здесь у вас всё должно происходить именно осознанно. А нужно оно мне или нет? в понимании. Для чего? Если нужно, то для чего? Здесь люди могут владеть несколькими иностранными языками, либо очень много путешествовать, причём путешествия могут быть как в голове. то же самое астральные путешествия, проекции. Такое тоже может быть. Если вы не можете в физическом мире путешествовать куда-то, кому-то нравится в астральный план выходить и вот либо вне телесные какие-то практики и путешествовать в те места, где физически вы не можете быть. Вы умеете рождать прекрасные, идеальные мысли, идеи для реализации. То есть ваш мозг, он прям порождает, прям, знаете, ещё даже иногда и удивительные, такие необычные идеи. Мне хочется спросить, вы их реализовываете? Вот просто ради любопытства. Да, да, тройка. А Жезлов говорит о том, что да, вы можете, вы умеете, вы знаете и вы это можете делать. Опять-таки, единственная причина в том, что вы, если не развиваетесь, то это связано с тем, что вы не совсем понимаете, зачем вам это надо. Это как будто бы, знаете, у вас есть, условно говоря, способность быть магнитом, да, финансовым. И вам говорят, ну ты магнит, представь только, я не знаю, хочешь миллион, вот подумал и ты сразу это к себе притянул. Вот. И вы попробовали раз, два, три, в следующий раз, ну нафига мне уже деньги, ну уже есть, да, то есть есть уже это присвещение, я вообще не понимаю, зачем мне быть магнитом, мне уже неинтересно. То есть вот здесь нечто такое, у вас есть какие-то способности, вы не понимаете, как ими пользоваться. то есть вот, ну, у вас все должно быть объяснено логически. Следующая планета Марс, она у нас ответственна за наши действия, за наше физическое тело в том числе. Здесь может быть за активность, конфликты, споры. Вот здесь вот у нас выпадает аркан справедливости. Вы очень справедливый человек. Нет, единственное, когда вы можете вступать в конфликты, причем, знаете, вы редко когда вступаете в конфликты, вы всегда рассматриваете обе стороны, да, то есть если что-то произошло, вам нужно все взвесить, проверить как своей стороны, да, так и, например, если к вам приходит, да, вот как судья, который слушает одну сторону, потом слушает другую и потом выносит справедливый какой-то вердикт. Нет, здесь, опять-таки, я скажу о... в минусе может быть перевертая справедливость, когда мы не хотим идти в новое. Ну вот не хотим идти в новое, нам комфортнее и понятнее то, что есть сейчас. И вот здесь вот Марс, он может вам разрушать вот этот вот ваш комфорт. В контексте чего? Что справедливость на самом деле это некая гибкость, да, принятие разных точек зрения, взвешивания, и в зависимости от того, куда весы нагнутся, да, в какая чаша станет более тяжелее, да, то есть есть некая такая гибкость. А вот как Марс перевернутая, да, здесь вот по справедливости как будто бы нету этой гибкости. То есть когда-то что-то узнали в контексте вот правил каких-то, и вы им, ну, соответствуете. А правила уже изменились, а вы все равно как будто бы остаетесь в прошлом, не хотите это менять. Вот здесь вот про это, да, то есть нежелание что-то менять. То есть если что-то уже работает, все пускай работает, зачем это вообще как-то что-то менять? И Марс, он будет все время вас выводить на то, чтобы вы постоянно как-то менялись. Почему? Потому что вот ваша природа это некая такая стабильность, да, это когда все понятно, это когда, ну, все известно, когда все работает к часике. То есть здесь вопрос, понимаете, не в том, чтобы все работало, а здесь вопрос в том, что должно быть какое-то движение. А когда что-то работает, да, даже слажено, в этом все равно не может быть движения, потому что это некий конвейер. Конвейер тоже работает, на заводе все работает. И причем работает не изменяя. Насколько там, ну, как бы так сказать, допустим, на конвейере собирает машины, да, на заводах, да, на всех заводах собирает машины. Это не ручная сборка, за исключением некоторых таких деталей. Но основные детали, они собираются на машине, на конвейере роботами. Так вот, может ли это само по себе измениться? Нет, только если человек внесет какие-то новые коррективы. Если он внесет новые программы для того, чтобы, например, ну, машины красились не в синий цвет, а в зеленый, да, там, ну, либо еще сейчас не будем вдаваться в детали. То есть только так это может измениться. И при этом конвейер есть движение, но в нем нету прогресса. А вот вам необходим постоянно прогресс. Марс будет вам это показывать. И вот выпадает как раз-таки рыцарь Педакли, да, самая медленная карта из колоды. Причем самое интересное, что она как раз-таки и ответственна. Здесь рыцарь Педакли, это человек, который может работать на конвейере, да, то есть он не устает от какого-то постоянства. Чисто физически вы очень выносливые и сильные люди. Но здесь люди такие достаточно, ну, может быть, с округленностями, да, то есть, ну, не высокие, не худые, вот так скажу, да. Наоборот, может быть, средний этот рост. И такие даже, если вы занимаетесь спортом, да, то, ну, качки, например, да, если мужчины. А если женщины, то, вот, знаете, как фитоняшки, может быть, такие низенькие и жилистые. Но не суть даже, как вы выглядите. Здесь про то, что вы очень выносливые и терпеливые. И здесь, если всплывает какая-то психосоматика, то она может быть связана как раз-таки с трудоголизмом, потому что вы трудоголики. И вот Марс, он будет вам, когда вы много работаете, у вас, коротки, будет срабатывать психосоматика. Для чего? Для того, чтобы по Марсу разрушить вот это, что вы научились отдыхать. Да, вы помните, вам отдых нужен не только физически, чтобы свои мозги успокоить, надо, чтобы тело отдыхало. То есть, во сне у нас тело восстанавливается, потому что сознание у нас во сне не отключается. Вы продолжаете, ну, мозг продолжает совершать определенные процессы. Он не собирает, уже как во время бодрствования информацию через рецепторы, он обрабатывает. То есть, там происходят другие процессы. Так, поэтому вы иногда, да, вы сами где-то в какой-то степени может быть иногда и ленивыми, и вы будете бороться как с собственной ленью, так и с ленью других людей. С медлительностью других людей, да, то есть, вот, Марс, он будет все время разрушать эти моменты. И стабильность, что я уже говорила. Следующая планета, это Сатурн. Она у нас говорит за рамки, за ограничения, за уроки и за время. Ваши уроки, с чем связаны? Ваши уроки по пажу мечей. Вот ваши уроки, они будут проявляться как раз в словесных перепалках. То есть, иногда вы, вот вы справедливый человек, так вы еще прямолинейный, плюс ко всему. И вот ваша прямолинейность, она будет приносить вам кучу проблем и конфликтов. Почему? Потому что иногда надо уметь держать язык за зубами. А вы же еще и император, плюс ко всему. То есть, император, он всегда прав. Да, это тот человек, который убедит того, даже и смертного, то, что он жив. Вот, поэтому здесь вам за ваш язык будет очень часто прилетать. Это не, не всегда, что, что-то такое негативное, да, но Паша мечей, он всегда, такой, знаете, он любопытный. Иногда в минусе можете ссувать свой нос не туда, куда надо с точки зрения других людей. С вашей точки зрения это любопытство, это ответы на вопросы, вот, но иногда вы можете раздражать других людей то, что вы спрашиваете. Знаете, иногда бывают такие вот беспардонные вопросы в контексте того, что вот, как пример, да, сколько вы зарабатываете, да, опять-таки с точки зрения другого человека это может быть обидно, он может сказать, а тебе какая разница, вместе будем их тратить, что ли, а у вас это может возникать, этот вопрос с точки зрения того, что мне интересно, как ты это зарабатываешь, да, сколько, я тоже хочу этому научиться, но вы же так не подходите к вопросу, вы начинаете, ну, немножко по-другому задавать вопрос, вот, и поэтому здесь это может приводить к неким конфликтам. к конфликтам. Плюс здесь урок связан по пожуме честь с планированием, да, здесь скорее всего либо вы не умеете планировать, либо вам это нужно будет научиться делать. Здесь вот как-то тайм-менеджмент проходит, да, но я говорила о том, что вы трудоголики. Да, и выпадает тройка кубков, ну, то есть недостаток какой-то легкости отдыха, легкости, восприятия. Здесь какая-то вот у вас хитринка проходит. С чем связана эта хитрость? А вы знаете, вы такой вот человек, может быть, вы это делаете осознанно, неосознанно, не знаю, вы, ваш урок, то ли вы разрушаете других людей, ну, то есть я имею в виду, если это в плане профессии, да, то это классно, здорово к вам пришел, если вы психолог, пришел этот человек, и вы разрушаете ему какие-то устоявшиеся убеждения, да, у вас же это тоже проходит, вот, то это здорово. А иногда, вы знаете, вы можете что-то такое сказать, что разрушить как-то вот мировосприятие другого человека, да, то есть вот как сказали, у него мир рухнул, да, как говорится, из-под ног ушла земля и все, я не знаю, то есть вы как-то каким-то образом разрушаете. Кстати, здесь по профессии может быть то, что вы как-то показываете людям, чем им заниматься, ну, вот те, кто ищет там предназначения, да, сферу деятельности, вот вы как-то помогаете людям, вот здесь как будто бы еще бизнес-коучи проходят, прорабатываете тайм-менеджмент и помогаете людям определиться, да, вот какие-то кризисы. В общем, вы здесь разрушаете шаблоны, убеждения, рамки, кто-то, кстати, занимается чистками, да, вот, и здесь, поэтому, что касается Сатурна, это то, что сначала вы должны сделать это для себя, а потом это вы можете использовать как своей профессией, либо по отношению к другим людям, то есть первично это ваши уроки, которые вы должны пройти, если вы это делаете для других людей, то через других людей вы проходите свои собственные уроки и ограничения, да, здесь уроки и ограничения, кстати, могут быть по вашим друзьям, где-то какие-то предательства могут быть, здесь уроки такие тоже, но это связано с вашими убеждениями, потому что вы опираетесь на логику, поэтому все, что связано с убеждениями, с ограничениями, здесь вот это вот проходит. Хорошо, последняя планета Юпитер, она связана с обучением, с нравственностью, с моралью, с образованием, с удачей, расширением, статусом, здесь у вас выпадает десятка кубков. Знаете, хочется сказать, что вот когда вы расслабитесь, тогда вам удача будет, ну, фортуна повернется к вам как-то вот лицом. что касается духовности, да, и вот морали, нравственности, то здесь вы придете, когда, знаете, внешне вам будет казаться, что вы уже достигли всего, именно визуально-внешне, вот, а внутри, тогда вы поймете, что по факту я нахожусь в золотой клетке, и мне уже хочется что-то сделать для своей души, не для внешнего мира, да, для, то есть наступит у вас такой момент, когда вы захотите что-то изменить в своей жизни, и как-то, вот знаете, более серьезно, что ли, подойти, то есть вот это достигаторство, оно в какой-то момент вам надоест, вот эта вот разумность, легкость, вы захотите что-то такого более, знаете, горной, какой-то вот хрустальной воды чистоты, и тогда вы придете именно, ну, у вас появится вот это вот желание прийти к духовности, если вы к этому еще не пришли, потому что вы поймете, что вот эта вот золотая клетка, вот эти вот какие-то рамки, они не дают вам душевного наполнения, здесь вот ваша душа, понимаете, как-то не наполняется, она наполняется только через ваше бессознательное, как-то фоново, да, у вас происходит развитие, не осознанно ваше желание, а оно где-то как-то фоново, здесь вот как будто бы некое такое раздвоение у меня идет, да, одна личность, переземленная, и вот что-то такое духовное, оно как-то вот, ну, нету слияния, вот здесь вот в какой-то момент у вас произойдет это, произойдет тогда, когда вы нацелитесь на это, когда вы это вот действительно захотите, что сейчас я готов оставить что-то, то, к чему, допустим, стремился, то, чего хотел, здесь как будто, вы знаете, вот переоценка ценности должна произойти, очень глубокая, причем через что-то такое, я не знаю, какой-то вот инсайт произойдет, причем он у вас произойдет как-то неожиданно, да, вы как будто бы, то ли вот вы сидите как-то, мне показывает здесь момент, когда вы как-то сели и стали думать, вот неожиданно пришли такие мысли, а чего я достиг жизни, да, и причем здесь не связано это с возрастом, а здесь вот мне показывает, как-то сидит человек, начинает размышлять, и вдруг неожиданно как-то вот жизнь проходит перед глазами, и он как будто бы это анализирует, и что-то срабатывает, какой-то вот переключатель в голове, это вот как будто бы сознание ваше неожиданно начнется расширяться, и вот каком-то, знаете, полудреме, и вы начинаете просматривать всю свою жизнь, и вот как-то понимаете, что что-то я не туда шел, и вот с этого момента произойдет какой-то вот инсайт, и вы поймете, что пойдете другой дорогой, абсолютно другой дорогой, и тогда у вас начнет как будто бы, знаете, вот вторая половина, да, жизни, ну то есть до и после, вот вторая половина жизни, она будет направлена как раз-таки на духовное развитие, вот например, если у вас был какой-то бизнес, да, вы его оставляете, продаете, и идете там, я не знаю, как-то вот изучать что-то, что-то такое вот глубокое, я не имею в виду, что вы пойдете там в монастырь, все кто нет, не про это, а здесь у вас какие-то новые интересы появятся, вы можете даже сменить работу, здесь ощущение того, что вот это вот ваше бессознательное, оно начнет как-то вот проявлять себя, работать, и вот с этого момента вы, ну к вам придет, будет приходить мудрость какая-то, вы начнете получать очень глубокие знания, я не знаю через что, но вот здесь у вас какой-то вот поворот в вашей жизни случится, так, это была третья позиция, я жду ваших комментариев, больше такой огромный расклад делать не буду, я не зарекаюсь, но у меня, я уже обесточена энергетически, и я уже не знаю, зачем я взялась такой глубокий рассказ, сделать столько много энергии, столько много времени, но я не вожалею об этом, если честно, потому что я рада, и я надеюсь, что вы услышали что-то важное для себя, я с вами прощаюсь до следующей недели, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok